Это канал Фигурка, меня зовут Костя Лесик, мы находимся в Перми, где вот буквально пару часов назад завершился этап гран-при по фигурному катанию. Женя Семененко, его абсолютный триумфатор, только что сходил в душ, как вы видите, вот он прям сразу с душа и ко мне на интервью. Мы здесь в такой достаточно укромной обстановке, я еле уговорил охранника, чтобы нас пустили в этот учебный класс при отеле, где мы живем. В общем, атмосфера классная, как у тебя вообще сейчас настроение, состояние после такого классного выступления? После таких выступлений только наилучшие эмоции остаются. Расскажи, как тебе впереди успел ли погулять, может быть что-то запомнилось? В первый день, может, чуть-чуть успел, там сходил для ЦУМа, но так все, я перед стартами гулять не люблю. Хочу тебя попросить, чтобы ты подробно рассказал про каждый прокат, короткое, произвольное, как настраивался, как катал и какие вот итоги самого выступления. Начнем с короткой, но я считаю, что там был для меня отличный прокат, я сделал все, что можно, все на максимум, дорожка четвертого вращения, все четвертые, и элементы были тоже выполнены успешно. Ну, короткое вообще на 5 из 5, наверное, оцениваю, что на данный момент мог, в техническом плане, то и выполнил. Произвол, вот сегодня была, тоже очень рад, потому что все элементы тоже были исполнены. Если прямо уже конкретно, да, баллы увеличивают, это уже нужно включать старший квад. Я понимаю, что у тебя там травма сейчас, восстановление идет постепенно, в чемпионату России существует вероятность включения? Ну, вероятность всегда присутствует. Я мягко задал вопрос, Женя мягко ответил на него. Посмотрим. Посмотрим. Ну, мы желаем, да, чтобы сложилось, конечно. Ну, я сам желаю, да, конечно. Я слышал просто о смешанной зоне, что ты не мог уснуть перед, не то, что мог, но тебе тяжело было уснуть перед произвольной. Как вообще настраивался, и часто ли с этой проблемой сталкиваешься, что тяжело заснуть? Ну, вообще, ну, у меня бывает, да, частенько, что после короткой уснуть тяжело. Ну, видно, потому что она эмоция, только что был рад после короткой, что удалось чисто откатать ее. Но настраивался я, честно, как обычно, выступал опять-таки в последнем разминке, уже было привычно после короткой. Раньше, в последнем, вот у меня не получалось катать хорошо. Хочу спросить про тот самый легендарный танец в холле твоего вуза. Что это было? Как вообще ты решился на такое? Кто тебе предложил вообще? Расскажи всю эту историю. Ну, что там рассказывать? Меня пригласили поучаствовать там в проекте, знаю, наше, по-моему, называется. Попросили провести зарядку для студентов университета. Я провел зарядку, и меня попросили что-то от себя исполнить. Ну, и как бы решили, что танец. Я знаю там несколько танцев, моя любимая группа. Ну, и вот получился кавер-дэнс. Но его, кстати, не полностью выложили. Обидно? Или выложили лучший кусок? Нет, чуть-чуть обидно. Чуть-чуть. Да ладно, думаю. Да нет, ну, правда. Многие, я думаю, были бы рады увидеть полный танец. Нет, я с тобой согласен, я думаю, нужно что-нибудь придумать. Друзья, позовите просто Женю еще на какое-то мероприятие, в конце концов. И он исполнит целиком, потому что я бы тоже с удовольствием полностью посмотрел. Еще такая интересная мысль. Почему-то, когда я смотрел, у некоторых болельщиков возникает ситуация, когда ты катаешься, ты вот четко делаешь все прыжки, все так прям дерешься за каждый элемент. Плюс тебя зовут Евгений, плюс ты тренируешься у легендарного Алексея Мишина, и тебя очень, ну, многие сравнивают с Евгением Плющенко. Как тебе? Слышал такие сравнения? Как к ним относишься? В нашем виде спорта часто сравнивают спортсменов. Как, кстати, с ним поддерживаешь связь? Он вот был здесь на соревнованиях. Честно, нет, на соревнованиях мы не виделись, а вот на шоу. В Петербурге, да? Было шоу в Петербурге, да. 6 ноября. Я спросил, как я, как в дороге. Ну, сказал, класс. Несколько вопросов, которые представили болельщики. Первый, ну, учитывая цитка твоей ПТ-произвольной программе, Женя Бэтбой или Гудбой? Как ты себя сам, кем считаешь? Гудбой, Гунбэт. Вот так. У нас турнир пошел, программ предстоит, ну, наверное, слышал, да? Есть ли какие-то идеи? Ну, вообще, хотел бы там выступить, и, может быть, что-то представлял уже себя. Не, Алексей Николаевич уже меня спрашивал, есть ли варианты? Я ему сразу один вариант предложил сходу. Я еще когда увидел анонс вот этих шоу-программ, я сразу понял... У меня в Телеграм-канаре, наверное. Возможно, скорее всего, в твоем. Я сразу понял, что под шоу-программу я буду катать под эту музыку. Первый же день. Мы не будем, конечно, называть его, потому что нельзя, но... Понятно. Классно, что ты у тебя сразу это все... Типа сразу, да, я... Это будет хорошо. Блин, ну, заинтриговал, хорош. Ну, если это позовут, конечно. Ну, надеюсь, позовут. Да, слушайте, ну, позовут. Здесь я обратил внимание, что у тебя очень много просили автографы, дарили подарки, делали фото. Мне кажется, вот это самый такой... Ну, максимум внимания. Вот если сравнить разные соревнования, по-моему, вот у тебя здесь прям... Ты прям суперзвездой здесь был по сравнению с другими соревнованиями. Ну, меня и в Москву как бы подходили, меня просили, чтобы я подъехал. Тяжело отказать, когда люди пришли, особенно они сидят везде, смотрят все виды, а как-то не подойти к ним в конце. Тем более, если я никуда не опаздываю. Ну, это неуважительно по отношению, считаю, к болельщикам. Ну, я подошел, всем раздал, все довольны, я доволен. Сколько ты сегодня примерно времени уделил на болельщиков? Ну, вот как я прокатал программу, там стояли с трибун, все, кто просил, всем раздал автографы. И также при выходе остались люди, которые прямо ждали. Для меня это вообще шок и был приятный, что время уже очень позднее, а они все равно ждали меня. Это очень приятно. У тебя даже вот из Казахстана приезжают люди. Спасибо им огромное. Очень классные подарки. Подарки, кстати. Что запомнилось из последнего? Картина, которую мне подарили после короткой программы. Понравилась кружка, которую мне передали с велением. Что мне сейчас кидали игрушки у одной кип-поп-группы, Stray Kids. У каждого участника есть определенное животное. И вот мне вот послепроизводной программы кинули игрушки в Stray Kids, получается. Ну, игрушка ПАД это уже самое, да. Ну, приятно. Это не просто игрушки. Нет, игрушка ПАД, это прям классно, да. Также вообще понравились все подарки. Всем очень благодаря. Все молодцы, друзья. Все повезешь домой? Да. Сейчас интервью дают, там не до, в смысле, 10 минут. Возможно, нет, но интервью слишком хорошее, поэтому могу больше 10 минут. Хорош. Ты используешь разнообразные укладки для волос? Сам ли придумываешь или вдохновляешься чем-то? И какие средства используешь? Слушай, да, по настроению. Вообще, ну, для меня самое привычное это андеркат, на бок чисто. Я на кубок Первого канала решил попробовать участку, называю в нашем обществе шторы на две половины. Я считаю, прикольно, когда могу выйти на программу, а там болельщики гадают, сколько же прическа ей выйдет. Они не гадают, теперь гадают, какой цвет я покрашусь. Здорово, когда у тебя есть волосы. Хорош, хорош. Как я могу это прокомментировать? Смотришь ли ты другие этапы гран-бри, ну, как-то множество результатов, там смотришь, кто сколько баллов набрал. Ну, кстати, у тебя лучшая сумма, ты, наверное, уже видел, с чем я тебя поздравляю. Ну, вообще, следишь за коллегами? Да, обычно, да, результаты я всегда смотрю, но выступления редко. Как тебе в целом серия наша? Ну, ты, как бы, Россия уже завершился, что можешь сказать? Классные соревнования? Нет, соревнования очень классные, наша федерация проделала хорошую работу, что организовала турниры в разных городах. Международные тоже, я так понимаю, по результатам больше? Да, по результатам, не видел вообще, честно, помню, ничего не смотрел. Ну, результаты датчикают. Да, сделал Илья Малинин четверной аксель или нет? Ну, кстати, не, почему? Всех смотрю. А, смотришь, да? Ну, не, видео тоже бывает, и глянули, если смотрю, ну, кто там интересен, могу гулять. Ну, наверное, Илья Малинин интересен, в первую очередь, что он именно открывает вот эту дверь в новую фигурку. Ну, да. Как тебе его четверной аксель? Ну, молодец, парень. Кемпионат мира по футболу ты говоришь, столько результатов, но, может, есть команда какая-то, за которой ты болеешь, и планируешь ли, может быть, когда начнутся главные матчи, смотреть? Ну, болею я за Аргентину, наверное. Красавчик, я тоже. Да, ну, хочется, чтобы Месси взял такой крупный турнир, то, что ему не удалось в 2014 году, был максимально близок, но не получилось. Ну, вообще, я за красивый футбол. Прикольно, вот, допустим, тоже, что все-таки бывают неожиданные исходы. Тот же Аргентина, Саудовская Аравия, это было максимально неожиданно. Германия, Япония тоже, ну, кто думал, что Япония, Германия. Ты расстроился, что Аргентина проиграла, или думаешь, ну, все равно пройдут? Хотелось бы, чтобы, да, конечно, выиграли. Ну, был рад за Японию. А, ну, Я люблю Японию, да, молодцы парни. Будет ли на чемпионате России новая показалка? Не знаю, ну, в зависимости от результата, возможно, даже, подумаю. У тебя адажил менялась, очень, ну, видно, что в хореографии, может быть, как-то поменялась или Бретто, или история та же самая, которую ты анонсировал? Нет, история осталась та же самая, в плане прыжков, может, что-то сделали так, чтобы было удобно, и при этом вторая оценка не терялась на фоне прыжков. Мы всегда с тренингшками и штабом работаем, совершенствуем каждый день, может, какую-то мелочь, можем добавить программу. Никогда не стоит на месте, вот, нет такого, что, вот заучил вот один раз и катаешь весь сезон, всегда по-ною. Могу выйти, да, на утренние тропки поменяли, на следующий день мы сможем снова прыгать. То есть, эти программы, которые сейчас, то есть, в связи с зрением хореографии, тоже самых элементов, они могут, естественно, дорабатываться? Конечно, да. А тот же могу, да, привести пример аксис кораблика. Я на четвертом этапе его не прыгал в короткой, ну, потому что решили все-таки на стабильность кинуть акцент. А вот тут уже, уже натренировал, уже, как бы решили, что в короткой, ну, делать с кораблика. На прыжковом турнире в Петербурге будет жеребьевка. Такая же, как на чемпионате России, там будет дресс-код, есть ли какие-то идеи, может быть, по стилю, планируешь ли заморачиваться? Пока не думал об этом, но я, кстати, не знал, что прям у нас прям такая официальная жеребьевка будет. Вот, вот Костя сообщает. я видел, да, что будет жеребьевку, ну, может, там на льду прям как-нибудь сделать как-то на первом кубке первого канала. Прям дурец-код не видел. Класс. У тебя уже были призовые первые, может быть, порадовало себя чем-то какой-то, по кубку какую-нибудь сделало, о чем давно мечтал? Да нет. Телефон там? Нет. Нет, телефон потеряли на прошедший день рождения. Нет, с нее копить буду. Ну, правильно, правильно. На что? Квартира? Машина есть уже, теперь квартира. Улучшение качества жизни. Ну, и расскажи, как ты себя сейчас чувствуешь с точки зрения травмы, насколько она тебя ограничивает. Ты уже сказал, что на младшие квады, так скажем, она не влияет. Ну, про свое здоровье просто расскажи, чтобы меньше за тебя переживали. Ну, тогда мне значительно легче. Просто так получилось, что в Куршевеле травмировался, был, достаточно много времени пропустил. Вышел на лед, я не сразу начал прыгать. Четвертый так и не запрыгал после Куршевеля. И вот этот промежуток Куршевель, контрольные прокаты, я вообще не исполнял сложных прыжков. Травмировался там, когда? 11 августа вроде, когда-то, 25 сентября, вроде бы, но я их так и не прыгал. Ну да, то есть как раз, когда вы записывали фильм. Да, на контрольных прокатах я там делал еще хуже ноги, чем было даже. Там 2-3 недели прошло, и я тоже, я так и не начинал прыгать четверные, я начал исполнять четверные, по-моему, вот как раз там, когда была неделя этапа в Казани. Не, ну мы так подходили, типа, по состоянию моего здоровья. Я первый четверной исполнил, получается, спустя 3 месяца после травмы. То есть ты 3 месяца был без спада. Слушай, а как-то поменялись ощущения от четверных или все тоже как было? Ощущения, типа, в прыжке, а не те же, которые были и до травмы? Ну, слушай, нет, мне кажется, все-таки, ну, я совершенствуюсь. Мне сейчас, наверное, все-таки прыгать чуть легче, чем раньше. четверные. Позволь такое. Болельщики бывают, пишут, что ты как бы чуть-чуть, ну, не знаю, правильно сказать, клюешь бывает на прыжках, но ты их вытягиваешь, все там, дерешься. Я уже написал, я сделал у всех телеграммах, что ты дерешься за них круче всех, но бывает так, что немножко вот так вот вперед. Можешь это технически объяснить? Или это из-за чего происходит? Знаешь, что некоторые говорят о моих выездах? А я просто вдохновился выездом Юдзуру Ханью на командном и вот иногда бывает, если я уже чуть вперед иду, я пытаюсь повторить, но не получается. У тебя прям спасение, вот если, знаешь, я так скажу, если суммировать все, которые у тебя были, это прям как вот Ханю уже наберется его прыжок. Это классно было, ну согласись, там до льда вот так было. Да, он посмотрел в свое отражение. Ну, а так, естественно, работаем, уже лучше, результат виден. Но иногда делаю свою фишечку, фишечку Юдзура. Ну да, это не просто какая-то фишка. Ты рассказывал, как все происходило, сейчас уже, соответственно, все в порядке. Получше. Главное, что позитивная динамика. В конце, может быть, хочешь что-то сказать болельщикам или что-то рассказать еще новенькое? Не, новенькое не расскажу, а я болельщиков поблагодарю. Спасибо вам большое. Спасибо, что поддерживаете, пишите приятные комментарии, приезжайте на соревнования. Очень приятно дарить подарки. Ну и просто всегда заряжайте меня позитивом. Мне всегда хочется отдавать вам тем же. В соцсетях планируешь активнее быть или примерно на таком же уровне останешься? На таком же уровне. Все. Окей, друзья, всех любим. Фигурка, Костя, Женя. Ура. Фигурка. 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 Фигурка.